Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 81-м уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». В этом уроке очередной виджет для изображений. Мы что-то похожее уже с вами делали, только здесь у нас идут другие анимационные эффекты. Всего 26. 26 эффектов вот таких, как вы сейчас видите, можно наложить, делать прозрачность с разными цветами, с кнопочками, с текстом, с подзаголовком и так далее. И так вот сколько угодно можно сделать, неограничено. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. Итак, виджет перенесли на холст. Открываем настройки и первым делом мы добавляем изображение. Ну, как всегда, вы должны понимать, да, что изображение лучше подготовить заранее нужных размеров на Photoshop. Добавляю изображение. После этого замаркировочки можете как-то подогнать, если он слишком урезает ваше изображение. И давайте посмотрим. Смотрите, How to Background Color. Это тот цвет, который у нас заливается при наведении. Давайте сразу, изначально, посмотрим, как выглядит у нас, пока мы ничего не изменили. Чтобы лучше понимать, вот вы видите, у нас белый фон, красные буквы, черная кнопка. На черной кнопке текст белый. Здесь еще вот это M, это у нас подзаголовок. Углы скругленные. И давайте это все менять под себя. Значит, вот этот Background я меняю на свой. Радиус скругленные углы, я это не люблю. Ставим 1. Опасити. Можно сделать прозрачность этой подложки, чтобы просвечивало изображение под ним. И вот они, 26 эффектов. Опять же, придется каждый просмотреть, чтобы выбрать для себя наиболее интересный эффект при наведении. Дальше, вот этот весь блок, это отвечает блок за Title. То есть, текст, который в самом верху появляется, когда мы навозим мышь на наше изображение. Я пишу здесь Demo. Текст этого Demo управляется здесь. Так как фон мы выбрали светлый, я беру цвет текста темный. Размер этого текста можно сделать побольше. Шрифт для этого текста в списке выбрать. И выравнивание этого текста по умолчанию по центру, лево, право и еще два варианта. Надо смотреть, где это отображается. Вот эти все настроечки. Это настроечки под заголовка. Напишу Demo 2. Цвет для этого под заголовку управляется здесь. Также беру темный цвет. Size. Это размер под заголовка. Можно сделать побольше. Также шрифт для под заголовка. И также выравнивание оставляю по центру. Вот эти все настройки отвечают за кнопку. Если мы вот здесь снимем галочку, кнопка вообще не будет отображаться при наведении. Дальше, вот это, чекбокс. Это открыть ссылку в новом окне. Если не поставим, чекбокс откроется в этом же. Лучше поставить в новом окне. Текст на кнопке пишем здесь. Соответственно, URL. То есть, адрес на кнопку вешаем тут. Text Color. Это цвет текста на кнопке. Берем, например, темный. Чтобы кнопку было видно на подложке. У нас подложка, вы помните, светлая. Значит, мы берем темную кнопку. А текст делаем светлый. И вот эти все опции, они отвечают за тень нашего изображения. Вы можете выбрать цвет тени, прозрачность тени, блюр. Это размытость. И еще несколько настроек. Вот это, например, настройка. Это отступ тени от объекта. Здесь можете настроить под себя. Вообще, настройки тени стоят как бы нормально. Можете их даже не трогать. Вот и все, в принципе, настроечки. После этого вы можете зажать клавишу Alt и спокойненько продублировать столько, сколько вам нужно. И задать другие эффекты. То есть, заходим во второй виджет. Меняем там, например, изображение. Вот здесь меняем какой-то другой эффект. И вообще, каждый этот виджет можно по-разному настроить, если это необходимо. И смотрим в браузере. И у нас с вами все получилось. Вот такие вот интересные эффекты можно получить с помощью данного виджета. На этом я заканчиваю этот урок. И увидимся с вами в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok